Это любовь с первого взгляда. Кому надо тут заметь? Классно, прям классно. Там было такое море цветов, я не смогла остановиться. Я хочу и всё. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй и я, такая приехавшая, отдохнувшая, вся удовлетворённая, умилённая и, конечно же, с новыми покупочками, которые мне скорее хочется вам показать и скорее на себя надеть. А вот у меня здесь два пакета. Что вас ждёт, да? Гест, пять карманов в магазин, Тиранова немного, Куленбир и Юниклоу. Поехали! Итак, с чего мы начнём? С чего мы начнём? Сначала я купила себе пальто. Девочки, я не удержалась. Пальто Тренч, а в фирме пять карманов. Вот. На самом деле, отношусь вот к этому бренду очень спокойно, то есть ничего такого особенного. Но уже не первый раз я замечаю, что когда я туда приезжаю... Чего где-то я в Баку вообще-то как-то всё съехала. Мне кажется, что-то я, по-моему, задела там, да? Каждый раз, когда я приезжаю в пять карманов, я всегда нахожу там что-то интересное. Вот, то есть обойти все магазины, да, вот искать шорты, например, я когда-то искала. Всё обошла и только в пять карманов я нашла те шорты идеальные, которые мне нравятся, я до сих пор ношу классные, да? И вот сейчас тоже у них там ещё были скидки акций. Я хотела себе тренч, не пальто, боже мой, тренч, тренч. Я хотела себе тренч. Посмотрела до этого фэшн-блогеров разных, всяких разных. Значит, у нас в моде, в тренде сейчас актуально, да, какое слово подобрать, более такое не сильно кричащийся тренд, вот это, да? Более актуальные, да, цвета. Это песочные цвета, которые мне очень нравятся, да? И серый, кстати, можно таки. Но так как у меня такое бежево-песочное есть пальто, которое потеплее уже, я решила, что мне очень подойдёт такой вот холодненький тренч серого цвета. Он такой светлый серый, с ним немного с каким-то голубоватым таким отливом. И как я была удивлена, ну, я просто, я его померила, девочки, это любовь с первого взгляда. Я его померила и поняла, что я его хочу. Я его не сразу взяла, я ещё потом прошлась, и в голове был этот тренч, и я думаю, блин, ну, если я его хочу взять, то я его возьму. Выглядит он вот так. Тут как бы классический. Я всё проверила, вроде всё классический, да? То есть тут специально вот эта вот штука есть, типа там что-то где-то для оружия. Ну, понимаете, да, откуда эти тренчи они идут? От каких-то военных там моментов. Поэтому в тренче должны быть соблюдены некоторые там правила, да? Вот. Ну, конечно, сейчас уже разные есть, да? Ну, это, короче, классический. В общем, вот такие здесь у меня есть... Не знаю, как это называется. На плечах, в общем, вот такие штуки есть. Тут у меня здесь вот такая штука есть. На руках, всё как положено. Пояс, пуговички, пуговички, да, кармашки по бокам. И сзади вот такой вот. Взяла размер L, девочки, как обычно. Там два оставалось, кстати, S и L. И она мне, ой, ваш размер S. Я говорю, какие ещё есть? Она говорит, L, он будет вам большой. Я говорю, дайте мне L померить. И я просто, ну, одеваю и понимаю, что это вот L-ка моё, да? Я люблю L-ка. А потом, когда я S-ку померила, она такая говорит, ну да, вам L-ка лучше, L-ка лучше. Ну, ладно, не суть. Здесь в дополнении идут пуговички ещё. Три пуговички. Вообще, тренч, я насколько знаю, он должен быть вообще из хлопка, 100%. Я заходила в Манго, и я смотрела тренчи из хлопка, из каких-то других материалов, да. Честно, мне не очень понравилось. И хлопок, он, на мой взгляд, очень сильно мнётся. У меня есть хлопковый, по-моему, один тренчик, который мне не очень нравится. И я его, наверное, отдам, потому что он мнётся, и он как-то выглядит не очень. Всё время гладить. Не знаю, может, я ещё не находила те самые тренчи, но вот из всех, которые я искала и сколько я перемерила, вот этот мне понравился больше всего. А, здесь ещё, смотрите, прикольно. Здесь немножко цветастость такая, видите, присутствует. Тут вот серый клетчатый, какие-то тоже вставочки. Тут на поясе тоже вот с одной стороны вот такой, с другой сереньким. Ну, то есть вот эти мне тоже прикольчики понравились. Вот здесь вот на застёжечках тоже, да. Сам по себе он такой плотненький, он мне прям вот по колено, чуть-чуть, может быть, ниже колена, да. Чё я хотела? Сколько стоит сказать? Сколько стоит? Вообще чека нет. Вы понимаете? Просто пустой пакет. Цена его была 12500. Там была акция, если ты берёшь две вещи, там идёт скидка. В общем, со скидкой он мне получился около 7000. Ну, это круто, да? 2500 стоил 7000. На самом деле, это вот фирма. Вот, смотрите, вот эта фирма. На самом деле, у них цены такие, не дешёвенькие. Даже на сайте, если посмотреть. А, кстати, да, ещё. В магазине он стоил 12500, а на сайте он стоит у них там 8900, что ли. Или 8500 на сайте. Без скидок, без ничего. Но получается, что я его всё равно взяла дешевле. Мне это приятно, но мне показалось очень странным, что в магазине 12500 цена. И типа, со скидкой там он около 7000 получается, да? А на сайте уже за 8500 можно взять. Но там никаких скидок я не видела на сайте. Я немного тут сбрызгнула разглаживателем. Если вы видите какие-то пятнышки, это мокрые пятнышки. Вот что-то вот так. В общем, фасончик мне очень нравится. Он прям вообще прям очень классный, классический, строгий такой. Мне прям по кайфу. И цвет обалденный. Он подходит вот под джинсы. Цвет джинсов вообще замечательный. Там беленькая водолазочка, футболочка, свитерочек, элечка, свободненькая. То есть влезу я ещё туда со свитером, сверху накинется, да? Карманы. Два варианта. То есть их можно делать вот так. Просто, да, засовываем. Можно вот так вот вытащить и тоже застегнуть пуговичку. Вот. Тогда оно немножко здесь вот так отопыривается. И видно вот этот вот красивый кармашек. Вот. Но мне больше, наверное, вот так нравится. Как-то попроще. Поменьше всего. Поменьше деталей. Вот. То есть здесь вот эта штучка есть. Это то, что мне нравится. Мне нравятся на рукавах вот эти вот защипы. Так, поясочек. И сзади вот эта вот крылатая тема нравится. Ну и нормальная длина. То есть чуть ниже колена, да? Можно и ещё ниже взять. Мне бы тоже нравилось. Давайте застегнёмся теперь. Посмотрим, как это будет с поясом. Кстати, на сайте, на модели. То есть я на сайте не смотрела. Я сразу это увидела в магазине. И мне понравилось, как на мне сидит. А на сайте, на модели, он выглядит очень просто. И если бы я выбирала с сайта, я вам так скажу, я бы его не выбрала. Он бы на сайте мне не понравился. Но так как он сидит на мне, это превосходно. И я не смогла пройти мимо. Так, смотрите, вариант полной застёжки. Я сейчас вам покажу. Но я вряд ли так буду носить. Прям на полную застёжку. Вот так, да? Что у нас тут ещё? Вот так вот. Ну, просто покажу вам, как это будет смотреться. Что-то я тут не знаю. Не вертится оно мне. Вот, вроде пошло. А, железочка тут застряла. Вот. Так. В общем, вот, типа полная застёжка. Вот так, да? Но мне так не нравится, я так носить не буду. Я буду завязывать просто. Либо это будет вот так. Да? На полной застёжке. Либо это вообще будет без застёжки. Я не знаю, в какой момент я захочу застегнуться, когда будет там суперсильный ветер или ещё что-то. Скорее всего, это будет просто вот так. Вот там раз и два. Всё. Мне вот так больше нравится вариантчик. Более такой расслабленный. Вот. Ну, напишите, как вам цвет. Мне кажется, цвет мне этот очень идёт. Вообще, вот так лучше всего. На распашку. Ещё некоторый момент, который хочу отметить, это внутренней стороны. Есть у нас вот такой вот потайной кармашек. Можно что-то сюда спрятать. Достаточно глубокий. В общем, я взяла в любом случае дешевле. Мне нравится. И вот такую футболочку я взяла. Футболки у них там были по тысяче рублей. И скидка. То есть 780, короче, она мне вышла. Я взяла тоже эмочку. То есть были и эски, но я взяла эмочку. Здесь написано Girl Gang. Я не знаю, что это переводится. Не перевела ещё. Forever Love. Вообще не понимаю, что к чему. Но мне понравился рисунок. Я как раз красила красные ногти. И мне понравились вот эти вот рукавчики. Они не обработанные здесь. Просто чёрненькие. Я, в общем, эту футболку ношу под чёрные джинсы. Мне очень нравится. Посмотрим, качество какое будет. В общем, вот такой заход в 5 карманов. Следом, следом я искала себе рюкзак. Да, я искала рюкзак. Какой рюкзак я искала? Я сейчас снова буду искать ещё рюкзак какой-нибудь. У меня есть чёрный кожаный рюкзак, который я покупала. Он как бы меня устраивает. Ни броски, никаких фирм там особых не написано на нём. Просто кожаный качественный рюкзак. Я его ношу. Но, так как я купила сейчас стрэнч вот этот, я такая думаю, блин, чёрные. Не, можно, конечно, чёрный под него надеть, да? Как раз чёрный рюкзак. И ботинки, например, мои мартинцы, да? Но думаю, что-то хочется светленькое, да? Мне нравится фирма Гес, правда. Но последняя ситуация с моим рюкзаком, который очень классный, очень мне нравится. Вот мой рюкзак Гес, который нравится всем. И когда я захожу, особенно в магазин Гес, они такие, ой, это ваш рюкзак, говорят. Я говорю, да. Блин, такой клёвый. Почему спрашивают? Потому что иногда, когда я в зале что-то меряю, я вешаю его просто, да, там, на вешалку. И как будто продаётся. И они такие не могут понять, ну что, новое что-то появилось. Или это вот девушкин рюкзак. Рюкзак реально очень классный. Делают комплименты все. Он универсального цвета. Здесь присутствуют и тёмные, и светлые цвета. Сейчас я закрою, наверное. Боже! И мило орёт! И здесь что-то у меня строят. Что ж такое-то будет? Так потише. Потише. И строительство началось отлично. Всё круто. И эти яркие акценты, змейки. Даже Гес вот тут не сильно написано, не выделяется в глаза. Я как раз-таки люблю, чтобы надписи не кричали вот так вот, что это там что-то чуть-чуть внизу там нарисовано. Кому надо тут заметить, да? Единственное, вот эта ещё тема меня всегда напрягала. Но потом я привыкла к ней. Она мне даже нравилась. Я взяла этот рюкзак в поездку. Мне было удобно, да? Он там под это всё подходит. Всё время цеплялась вот эта штука, когда кладёшь на ленту. Она там всё время где-то цеплялась. Думаю, блин, неудобная тема в этом смысле. Ну, она легко снимается, как бы, но мне прикольно с ней. Ну, короче, обидно в том, что... Обида в том, что очень быстро, буквально за полгода, девочки, вот здесь у меня всё пооттерлось, пообтесалось. Я, кстати, заходила в магазины Гес и говорю, посоветуйте мне какую-нибудь модель ваших рюкзаков, только чтобы они не тёрлись вот так, чтобы я могла проносить хотя бы год-два рюкзак. Они так посмотрели, конечно, ничего не сказали. Ну, краска это, да? Ну, в общем, мы взяли однотонный. Я всё-таки решила дать Гес ещё один шанс. Марки. Потому что мне очень нравятся модельки, которые у них. И я решила взять вот такой вот рюкзачок. Миленький, правда? Самое главное, сзади я смотрела, да? То есть он однотонный, и, возможно, вот это всё уже, конечно, не слезет. Здесь у нас цвета чуть потемнее. Гес написано, не броска, видите, не кидается в глаза. Открывается он сверху, кстати. Вот это мне удобно, потому что я не люблю, когда вот эта штучка, знаете, открывается. Здесь только кармашек вот какой-то, да, что-то положить. Вот, не запариваться. А здесь у нас раз, и сразу много места. Плюс по бокам ещё расстёгивается. Это если много всего будет уже, да? Он становится вообще очень ёмким. Очень ёмким. Вот. Ну и как бы бретельки. Всё нормально. Рюкзак этот стоил около 12 тысяч. Со скидкой мне обошёлся около 7. Мягкая кожа. Всё мягко, мне нравится. Так что теперь буду искать новые луки. Именно такой я искала, да? Какой-то такой бежевый, что-то такое удобненькое и миленькое. Теперь у меня есть чёрный рюкзак, теперь у меня есть светлый рюкзак. И я понимаю, что мне нужно реально что-то универсальное. И вспоминаю одного фэшн-блогера, который говорила, что на самом деле сам универсальный, который подходит под всё, это серебряный. И я соглашусь, и некоторые образы я уже вижу. Ну, например, думаю, я хочу вот под этот одеть вот этот цвет, да? А вот под тот вот чёрный пойдёт, а белый не пойдёт. Думаю, если бы у меня была серебряная сумочка или серебряный рюкзак. Думаю, бля, и туда было бы классно, прям классно. Не то, что подходит, да, вот классно было бы. Серебряный он был бы очень хорошим акцентом. Но я, наверное, хочу сумочку небольшую серебряную. Не рюкзак какой-то, да, а сумочку. Но если я встречу какой-то классный серебряный рюкзак, то я возьму рюкзак. Если я встречу классную серебряную сумочку, то я возьму сумочку. Я вспоминаю, кстати, из Дики Нуай сумочку серебряную. Но, опять же, там было большими буквами выдавлено Дики Нуай. Вот это вот я бы не хотела, да? Поэтому тогда я её тоже не взяла. Мне она показалась слишком яркой. Заходила в Томми Джинс в Метрополисе. И тоже там была, но она маловатая. Вот что-то хочется побольше чуть-чуть сумочку. Ну, вроде симпатичная такая была, но что-то в ней не хватало. В общем, я в поиске серебряной сумки, серебряного рюкзака. Это будет третья сумка, которая вот прям супер универсальная. Да, четвёртая у меня же сумка бежевая, есть Дики Нуай. Просто она маленькая, да? Нужно что-то вместительное. В общем, вот такой рюкзачок я довольна. Вот так вот он смотрится сюда. Мне кажется, он достаточно подходит. Да? Цвета такие все нежные какие-то. Вот. На одну, на две. Ну, с ребёнком очень удобно с рюкзаком. Ну, и вообще, если ты много вещей куда-то берёшь, там, едешь, очень удобно. Мне нравится всё по цветам. Единственный момент, они здесь решили ограничить, кстати, да? То есть, вот, это максимально, что я могу сделать. Вот, до сюда. И всё. И меньше я ремни сделать не могу. Не знаю, может, они подрассчитали как-то самостоятельно, что именно вот эта минималка будет у нас для ремней. Подойдёт всем. В общем, вот так. Вот так. Вот. Ещё мне нравится, что этот рюкзак немного выглядит как сумочка. И, в принципе, его вот так вот вполне себе можно тоже носить в ручках. Симпатично. Чем-то он похож на рюкзак девочки, который я заказывала на китайском сайте. Но просто осознание того, что это фирма, которая мне нравится, что это фирменный рюкзак. Ну, конечно, по качеству он получше сделан. Вот. Мне больше нравится. Поэтому тот рюкзак, который я заказывала на китайском сайте, я буду продавать за очень маленькие деньги. В общем, вот такие дела. Следующее. Ещё я набрала себе лаков. Сейчас я не делаю гель-лак на ногтях, да. Хотя начну, начну делать. Ну, в общем, я подготовила свои ногти и решила купить лак какой-нибудь. А как раз в Magnet Cosmetics была акция в Stellar. Берёшь там два лака по цене одного. То есть за 151 рубль я взяла два. И, короче, там было такое море цветов. Я не смогла остановиться. Я взяла шесть лаков. Один красный. Ну, сейчас он у меня на ногах очень красиво смотрится. Он такой красный с блёсточками такими внутренними. И что-то я его не смогла найти. Ну, а ещё взяла вот такие вот лаки. Белый классический. Потом бежевый с такими же блёсточками, как красный. Вот, посмотрите, как оно выглядит. Ну, красивенько прям, да. Вот. Такой вот, ну, не бежевый, а он такой интересного цвета. Вот такой тёмный интересного цвета. И вот такой же с перламутром. Короче, набрала лаков, честно говоря, много. По носкости уже сразу могу сказать, что, ну, более-менее терпимо, но не стойко. Как все лаки, я думаю. У меня как раз-таки два рабочих ногтя здесь и здесь. Они там слезли на третий день уже, да. Эти ещё держались там, некоторые ногти. Ну, короче, ничего особенного, к сожалению, но лаки пригодятся. Ладно, цвета хорошие. На ногах, в принципе, можно не делать гель-лак. Потому что на ногах обычный лак, любой, держится очень хорошо. Лично у меня и у мамы. То есть моя мама делает, допустим, педикюр там раз в две-три недели. И лак у неё носится от педикюра до педикюра. Обыкновенный лак, не гель-лак. И заморачиваться не надо. Захотел поменять, стёр, накрасил и всё. Так, ладно, поехали дальше. Что дальше у меня было по плану? Это мы гуляли в охотном ряду. Я зашла в Тираново. Этот магазин мне нравится тем, что там есть прикольные вещички. И они недорогие. Есть там вообще такие распродажи крутые. Я там увидела джинсы за 99 рублей. Так они стоили полторашку. У них там скидка какая-то была 99%. Но единственное, что они были такого качества. Они были не плотные. Они больше как лосины были, но они клешённые были. Завышенная талия. Ну, я их не стала брать. Мне очень они мне что-то понравились. Даже за 99 рублей. То есть, ну, считаю бесплатно. Но даже бесплатно они мне не нужны. Но зато я нашла там очень классные шорты. Шорты мне вышли, по-моему, 300 или 400 рублей. 300 рублей. А так они стоили 1200. Они на завышенной талии. И мне понравилось, что они полностью закрывают попочку. Знаете? То есть, они неразвратные. На завышенной талии. И вот мне нравится этот цвет. Чёрные шорты, они нужны. Нужны всегда. Я взяла. Размер у меня здесь USA 25. У них вот так вот. Мамсы. Вот. Написано. И мне понравилась вот такая кипочка. На них скидки были тоже так. Они стоили по 500 рублей. Вышло 299, что ли. Да, где-то так. Ну, короче, такая была скидка. Жёлтый цвет не идёт, мне сказали. И я подумала, ну, я коллекционирую кепки. Возьму. Вот так вот буду ярко как-то одета. Кепочку одену. Ой, что-то криво тут сейчас поправлю. Что такое? Вот. Мне понравились вот эти выдавленные. Видите, здесь рисунок такой выдавленный. То есть, ничего, никаких надписей. Просто выдавленный рисунок. Мне кажется, прикольно. Может, как-то даже вам так видео сниму. Накрашу соответствующее поярче. Как-то, ну, какую-то кофточку поярче. И губы накрашу красным. Или так пойду, может, погулять. Ну, короче, прикольно. Мне эта кепка понравилась, и я её взяла. У меня так бывает. Вот я хочу, и всё. Я знаю, что я кепки особо не ношу. Но она должна быть. Моя коллекция пополнилась. Вот такой вот ещё кепочкой из Тиранова. Ой, они даже, кстати, вместе, смотрите, смотрятся. То есть, можно какую-то майку нужно подобрать. Футболку классную. И вот уже. И все покупки показываю по мере их покупки. Как я их покупала. Дальше я зашла в Юниклоу. В Юниклоу это у нас было... Я уже не помню, в Охотном это было или в торговом центре Метрополис. У них была акция. Скидки были на футболки. Огромное количество футболок. Абсолютно разнообразных. Я взяла одну светлую, одну тёмную. Так, они у них стоили по 1000 рублей. Я взяла XS. Обе XS. Потому что они немного такие оверсайзом свободненькие. Поэтому S, она была прям больше, намного. А я взяла их по 600 рублей. Нет, не по 600. У них ещё дешевле было. 600 написано, короче. Но они стоили не 600. 400. Ещё дешевле. То есть, это была у них сейчас. Цена меньше и ещё меньше. Короче, по 400 рублей. 100%, 400 рублей вышли не в футболки. Они очень сильно отличаются качеством от всего того, что я где что-то замерила. Я хочу проверить реально их качество. Насколько они будут крутыми. Насколько они будут после стирки садиться, растягиваться. Или цвета менять. Я уже как бы некоторые знаю. Ну, Uniqlo вроде зарекомендованный бренд. И вроде у них всё качественно. Ну, посмотрим. В общем, мне понравилась такая белая футболка с абстракцией такой вот. С чёрными линиями. Я подумала, что вот чёрненькие шортики. Будет очень круто, да. Под платье какое-то ещё что? Под платье, под юбку. Ну, в общем, взяла. Под чёрные джинсы, под чёрные шорты. Как минимум, оно подойдёт. Я ещё посмотрю вот такой рисунок абстракционный. Абстракционный, что можно как интересно сочетать, чтобы он заиграл, да. И вот такая футболка мне понравилась. Сейчас я её выгну. Почему-то она у меня наизнанку. На кассе её не вывернули. Что такое? То есть она вот такая чёрная, обычная, да. На ней какие-то надписи. Right. Короче, не знаю. Но мне понравился цвет. Просто вот зелёная и такая малиновая, кислотная вот такие. Они немного такие прорезиненные. Ну, вроде не должны напрягать, потому что немного этого рисунка. Мне показалось, что даже под мои кроссовки, вот эти открытые, аж, они будут очень хорошо смотреться. Потому что там акценты как раз сзади такие есть. Вот такого цвета, да. А у меня одна только футболка. Pink, где написано, что я в Бельгии покупала. Ну, вот у меня будет вторая. Качество у них одинаковое прям. То есть такой плотный, знаете, нелёгкий такой вот текстиль. Правильно говорю? Текстиль. Трикотаж. Ну, в общем, посмотрим. Обещает футболка быть добротной, долгоноской по ощущениям. В ней, может быть, летом, например, в жару такую, как у нас здесь 30 градусов. Жарко. Потому что очень плотный-плотный трикотаж. На внутренней стороне, мне что понравилось, тоже сейчас хочу отметить, потому что на предыдущей футболке я обрезала. Вот именно в Uniqlo у них вот такая мягкая, как бы информация здесь написана. Да, она такая мягкая, что она не напрягает, её обрезать не нужно. И она пригодится, чтобы посмотреть, может, какую-то информацию здесь. Она вообще такая мягенькая и классная. Вот. На чёрной и на светлой. А, например, на вот этой вот, да, с руками. Я обрезала, потому что она была очень громоздкая такая, вот, с этими ручками. И прям мешала, шелестела. И на кожу неприятно было, обрезала. Поехали дальше. Это последняя. Последняя покупочка, да. Это Pull&Bear. И на самом деле я туда вообще уже зашла, ничего особо не ожидаю. Искала я девочки косуху чёрную. Либо такую классическую косуху. И причём не короткую, потому что у меня коротких рук так много. Я хотела именно, знаете, так вот, чтобы она до половины задницы была. И такая прям классическая, оверсайзом, вот что-то такое. Мне нравится, как смотрится на девочках. И ещё мне нравится чёрная кожаная рубашка. Мне очень нравится, как смотрится косуха под платье и ботинку. Очень. В основном это для этого прям бралось, да. Потому что под джинсы и, ну, что-то такое обычное, да. Вы понимаете, о чём я говорю. Понятно, что косуха, она подходит подо всё. Начала я выбирать. Я зашла в один магазин, в другой магазин, в лайм зашла. Там была очень классная косуха, она мне прям понравилась. Она стоила 7 тысяч. Сумка мне ещё там одна понравилась за 2 700. Но что-то я подумала, косуха 7 тысяч. Вот она ничем особенным не отличается от того, что продаётся в H&M там или в других магазинах, да. Но там подешевле. Я зашла в H&M, такая же косуха точь-в-точь стоила 4 тысячи. Короче, я взяла рубашку кожаную, косуху чёрную кожаную. Встала перед зеркалом, начала мерить. Мне кажется, я немного не готова к такой объёмной косухе. Не знаю почему. Там 4 тысячи рубашка стоила и 4 тысячи стоила эта косуха. В общем, я косуху отмела. Начала смотреть рубашку. И именно в H&M мне рубашка не понравилась. Ещё в других магазинах тоже, в таких масс-маркетах, да, я там смотрела. Короче, рубашки не понравились. Но зашла я в Pull&Bear. Я уже поняла, что я косуху брать не буду, что я хочу рубашку. Просто рубашка, она должна выглядеть как куртка. Такая куртка-рубашка. То есть, если одевать её под джинсы, она будет смотреться рубашкой. А если одеть её сверху, допустим, ну, оверсайз мне нужен был. Только она должна смотреться не громоздко, не тяжело. Не так, что я там одела там мужа, да, куртку. А она должна смотреться легко при этом, да. Но при этом быть объёмной оверсайзом, чтобы я могла ещё и свитер под низ одеть. И чтобы она круто смотрелась под ботинки, платье. Pull&Bear такая есть. И стоит она не 4 тысячи, а 3. Короче, мне везёт. И вот это была моя последняя покупка, которая прям удовлетворилась, честно говоря. И спокойно поехала домой. Вот такая куртка-рубашка, да. То есть, она на самом деле не такая прям, чтобы... Просто с подкладкой. Просто вот, смотрите, да. Просто такая вот рубашечка с подкладочкой. Всё. Но она как-то так сделана объёмненько, потому что, когда её одеваешь, здесь вот кармашек один, да. Она очень круто, аккуратно выглядит. Я взяла размер даже S, девочки. Я не брала уже там M, L, как я люблю S, потому что у неё уже правильный... Как вам сказать? Крой. То есть, она сама по себе очень свободная. Я мерила, стояла там M или S, и то, и то оверсайз. Но видно, что у меня на M сзади какие-то заломы, которые не должны быть. На S их нет, да. То есть, прекрасно оно вот смотрится под платье. То есть, она как куртка смотрится. Реально. Но если я захочу её сделать как не куртка, да, допустим, а что-то другое, как рубашка, она будет выглядеть как рубашка. Короче, вот эта обалденная, самая недорогая из всего, что я где смотрела, вот такая вот куртка-рубашка. Смотрите. Смотрите. Ох, всё, мои хорошие. Вот такие покупочки были. Не так-то много, да, я купила, но главное, что самое нужное, то, что я буду носить. Я приехала вообще, у меня что-то с головой перевернулось. Я смотрю на все эти вещи, которые продаются, и думаю, блин, у меня совершенно поменялся стиль, совершенно поменялись предпочтения. У меня очень много вещей, которые мне так жалко с ними расставаться. Вот эта привязанность к вещам, конечно, это да, это то, с чем стоит поработать ещё. Но я приехала какая-то немного успокоившаяся, да, и действительно более осознанная, мне кажется, в вещах, которые мне нравятся, которые я ношу, и как бы пора, пора избавляться. И я хочу ещё раз перебрать гардероб, я хочу реально составить образы, капсулы, да, которые я буду носить. Когда я приехала, просто открываю гардероб, он полон вещей, шкаф открываю, да, и мне просто нужно выйти на почту, по делам, в магазин, и я такая, что надеть? И всё, я такая, блин, это не подходит сюда, это не подходит, это не то, это не то. Куча футболок висит, которых я не хочу носить уже. Во-первых, я их уже заносила некоторые. Другие мне просто там чем-то не нравятся, да. Ну чё они висят тогда? Вот взяла новые футболочки, старые, давайте отдадим. Вот сейчас мне вот эта куртка нравится больше всех, которые у меня есть в куртке, на самом деле. И я её затыскаю, буду носить. Остальные там какие-то, которые жалко-жалко, прям дорогие, да, там у меня есть. Дорогие куртки. Можно продать там как-то. Недорого, да? Недорогие отдать. В общем, короче, буду заниматься. Хочу ещё перебрать, ещё больше, ещё лучше гардероб. Всё, мои хорошие, я вас люблю, целую. Напишите, что вам понравилось. Надеюсь, моё видео было полезным, интересным. Всё это вы можете найти на просторах, так как это совсем недавно было куплено, всё в Москве было куплено. Я сказала вообще. Да, я всё в Москве купила. Я люблю вообще куда-то ездить, в Москву или за границу, что-то покупать. И для меня как раз-таки поездка в Москву это была одной из счастья тоже шоппинг. Поэтому на это я время обязательно выделила и приобрела вот такие новые вещи. Счастлива, довольна. Чего я вам желаю. Люблю, вас, целую. Прощаюсь до следующего видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»